С главными новостями этого дня в студии Елена Семеновичева. Правительство определило пять направлений, без которых перспективное развитие невозможно. Это оптимизация бюджетной политики, поддержка несырьевого экспорта и импортозамещения, улучшение деловой сферы, повышение качества самого государства и развитие социальной сферы. Как будет развиваться государство в ближайшее время, рассказал премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев. Он выступил с отчетом о работе правительства в 2015 году. В части бюджетной политики кабинет министров находился в поиске правильного баланса между экономией в условиях кризиса и созданием бюджетных стимулов для возобновления экономического роста. При этом правительство не стало пропорционально сокращать все статьи расходов. Мы не стали проводить пропорциональное сокращение по всем статьям, хотя такие предложения, естественно, были. Оптимизация расходов была аккуратной. В первую очередь сокращались те направления, которые характеризовались низкой эффективностью. Эта работа еще не завершена. В каждой статье расходов есть резервы для повышения их результативности и более экономного достижения целей. Нам удалось избежать и корректировки бюджета 2016 года, хотя в начале года это казалось неизбежным. Поправки в бюджет в весеннюю сессию мы вносить не планируем. Эти задачи мы решали параллельно с необходимостью удержать дефицит бюджета в разумных пределах, стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и контролировать инфляцию. Получилось удержать дефицит бюджета в разумных пределах и контролировать инфляцию. За год рост цен опустился ниже 8%, что сопоставимо с паскризисным 2010 годом, когда отечественная экономика начала расти после длительного спада. В новых экономических условиях шок испытала промышленность, отметил Дмитрий Медведев. Для поддержки экспорта и импортозамещения реализовывался план первоочередных мер по обеспечению устойчивого роста экономики. С его помощью мы смогли не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта. Эта структурная реформа остается для нас важнейшей в ближайшие годы, вне зависимости от того, что будет происходить со всякими санкциями и так далее. Нам нужны нормальные российские товары, причем конкурентоспособные. Нам в целом нужна конкурентоспособная промышленность. Особой гордостью стало сельское хозяйство. По итогам прошлого года сельскохозяйственная отрасль показала рост 3%. Положительная динамика развития сельхозпредприятий как по финансово-экономическому состоянию, так и по производственным показателям в прошлом году отмечены в Нейнском округе. В 2015 году объем государственной поддержки всех уровней агропромышленного комплекса региона вырос по сравнению с 2014 годом на 56% и составил 708 миллионов рублей. Это привело к увеличению доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе на 17%. Сейчас из 32 организаций лишь 5 являются убыточными. В двух основных отраслях сельского хозяйства региона – оленеводстве и молочном животноводстве – по итогам 2015 года наблюдается рост производственных показателей. Валовое производство мяса оленины в живом весе по итогам 2015 года выросло на 41% и составило более 2700 центнеров. Увеличился и объем произведенной оленины. Российским сельхозтоваропроизводителям впервые за многие годы удалось обеспечить рынок мясом и мясной продукции. Кроме того, удалось наростить экспорт. Произошло это в том числе благодаря беспрецедентному нашему, кстати, с вами решению общему о поддержке, государственной поддержке сельского хозяйства. На развитие села было направлено 222 миллиарда рублей. Это хорошие цифры. Поддержкой мы обеспечим аграриев и в этом году в сопоставимых объемах. Еще хочу сказать, с учетом того, какое вообще значение для нас имеет сельское хозяйство, сохранение высоких темпов развития сельского хозяйства, я принял решение о создании большой комиссии правительства по вопросам агропромышленного комплекса, которую возглавлю сам. Кроме того, строили и ремонтировали дороги. Всего в 2015 году приведено в порядок более 3000 километров дорог регионального, местного и федерального значения. В 2015 году беспрецедентные средства были направлены на строительство и ремонт дорог в Нейнском округе. Почти полтора миллиарда, из них 372 миллиона из федерального бюджета. Всего было построено более 5,5 километров дорог, отремонтировано 19,5 километров. Федеральные средства направлены на строительство четвертого участка автодороги на Ренмар-Усинск. Эти работы рассчитаны на три года, с 2015 по 2017. Кроме того, в прошлом году в России, отметил Дмитрий Медведев, модернизировано 8 аэропортов, начата работа еще в шести. Внутренний пассажиропоток увеличивается. В прошлом году он заметно превысил международный по понятным причинам. Правительство продолжит принимать меры, чтобы цены на билеты оставались доступными. В 2015 году для этого было реализовано 5 программ субсидирования из федерального бюджета. Кроме того, для внутренних авиаперевозок была установлена ставка НДС в 10%. Аналогичная ставка налога на добавленную стоимость была установлена и для дальнего железнодорожного сообщения. А для пригородных пассажирских перевозок, напомню, НДС и вовсе установлен в размере 0%. В результате мы не допустили резкого роста цен на билеты. Впрочем, любая помощь реальному сектору окажется неэффективной, если в стране не будет по-настоящему свободного предпринимательства. И отсюда третье направление работы правительства, связанное с развитием делового климата. Хотя экономически страна переживает тяжелые времена, правительство помнит о тех, кому сейчас непросто. Например, многодетные семьи. Так решено продолжить программу по единовременной выплате из материнского капитала на 2016 год. На это потребуется около 50 миллиардов рублей. Кроме того, многодетным семьям могут предоставить особые условия для покупки жилья. Кабмин в текущем году продолжит реализацию программы господдержки ипотеки, которая позволяет приобретать жилье на первичном рынке по ставке не выше 12% годовых. Все без исключения намерения и действия правительства связаны только с желанием сделать жизнь граждан страны лучше и занять достойное место в мировой экономике. Мария Владимирова, Телеканал Север.